Знаете, у меня есть одна мечта, вдохновлённая, наверное, не столько моими желаниями и любовью к кулинарии, как вдохновлённая к фильму. Всем привет! Меня зовут Аша. Что сейчас будет? Что будет? То, чего не было очень давно. Книжные покупочки! Правда, что-то я забросила совсем этот формат видео, и очень зря. Хотя мой урожай сегодняшний, книжный, совсем небольшой, чуточный. Я всё-таки решила с вами поделиться. Вот он, мой чудесненький пакетик. Из Читай-города. Я так рада. Знаете, я прекрасно помню, что я там заказывала. Там четыре книги. Но давайте попробую тащить наугад. Я ещё не вижу. Но угадываю по формату. Это повалённая книга Гарри Поттера. Более 150 волшебных рецептов для маглов и волшебников. От пирогов до рявого котла до десерта. Это слава Никербокера. Кто-то такой Никербокер. Я не помню. Ну-ка, откроем. Какое чудо. Тут такой котелочек маленький, чертоватный. Не знаю, видно. Я когда прочитаю эту книгу, я вам обязательно покажу её страницы. Аромат просто чудо. Кто-то нюхает духи. Кто-то нюхает еду. А Даша наслаждается ароматом книг. И вот первое впечатление. Такие искусственно-составленные страницы. В стиле а-ля старый пергамент с древним рецептом. Который придаётся от отца к сыну. У неё дочери искали от матери к дочери. А дочери к её дочери. Это её дочери к следующей дочери. И так на протяжении восьмевеков. Или даже больше. Ингредиенты, поэтапная готовка, как и что. Давайте по рецептам наугад пролистаем. Мятные конфеты. Пудинг с говядиной и почками. Цыплёнок, запечённый стравами. Поданный с картофельным пюре. Сдобленный луково-чесночным соусом. Сладкие пирожки с начинкой из фарша. Кстати, знаю замечательный рецепт. Горячие булочки. Только там живые дружи нужны. И в этом не нужно. Первый торт Гарри на день рождения. Слоёный шоколадный торт. Шоколадный пудинг. Вообще, я к сладкому очень равнодушна. Но вот именно готовить сладкое я люблю. Потому что сам процесс он такой красивый. И всё так приятно пахнет. Лосось вареный в медово-группном соусе. Глава вторая. Восторг в переулке называется. Горячий, сытный суп Малига. Малига-таун. Ну, что в вас. Ну, просто, что в вас. Вот только кексы. Орехами для детей. Просто прелесть. Знаете, вот у меня есть мечта. Я вот кто видел эту книгу. Я подписана на канал издательства Кафе Палярис. Я рассказываю о новинках. И именно там я вот это что-то увидела. Но ещё, конечно, на Лох-Ливе у меня только группу с новинками издательств. Там я позже это что-то увидела. Думаю, ну, не, ну, надо брать. Ну, надо. Вот. Собственно, почему я вообще заказ это стала делать? Вообще-то я хотела отложить в... Ну, отложить. У меня терпения много. Но, как бы, так как... Так как не но... Так как. Так мне очень нравится блокнот из лабиринта. И я хотела дождаться акции, когда они будут раздаваться в поля. Потому что купить акции правильно в этом магазине нельзя. Можно только получить по акции. Я хотела её дождаться. И чтобы пока эта книжка меня там пока ждала. Так я обычно свои покупки совершаю. Подобным образом. Я жду акции, скидок, библи ночи, я не знаю. И вот. Раз уж я заговорила в библии ночи. Другие три книги. Они из одной серии. Я о них очень долго мечтала. Это Керстенгир, Зильберг. Дневники с новинами. Здесь три дневника по количеству книг. Ну, там, понятно, первый, второй, третий. Вот таким образом они выглядят. И вообще, я очень много о них мечтала. С чего всё началось? Мне очень нравится. Это очень неожиданно. Потому что я не очень люблю. Ну, как это не люблю? Просто я предпочитаю читать те книги, которые меня будут удивлять своими сюжетными поворотами. А Таймлис – это таковы, ну, скорее, по досковому уровню книги там для девочек-мечтательниц. Значит, где всё, в принципе, ожидаемо, всё предсказуемо. И все эти ожидания и предсказания сбываются с лёгкостью. Ну, потому что, ну, просто жанр такой. Вот. Но я почему-то просто обожаю эти... И от счастья, я аж забыла название. Ну, вы помните, там что-то изумруд, рубин и тогда, и вот этот вот... И на задних фазах, когда я заполучила эти книги в своё время, я увидела, что вот там у этого автора есть ещё там три невинникальные сновидения. Во-первых, я к снам отношусь очень уважительно. Я сама свои собственные записываю. Они меня вдохновляют даже иногда. И я как, во-первых, я загорелась из-за названий. И, во-вторых, это же Керстенгей. Который, ну, мне очень нравится, Таймлис. Думаю, ну, может быть, здесь что-то не хуже. И так я так о них и не читала. И когда в Читай-городе была Библия ночь, потому что в Лабиринте этих книг никогда не бывает, а, значит, в других книжных магазинах в мой город нет пункта выдачи. А Курьерская служба или Почта России очень дорого. Поэтому, как бы, я либо Лабиринт, либо Читай-город. И я специально дожидалась Библия ночи, чтобы получить скидочкой эти три книги. Потому что всё-таки три книги в сумме, это, получается, как бы не 200 рублей. Я специально, значит, за один день до начала Библии ночи, я зашла, посмотрела, убедилась, что все три книжки есть, посмотрела о цену, порадовалась. На следующий день начинается Библия ночи, я захожу, книг нет, а слова совсем, ни одной. Поэтому, моему возмущению не было предела. Ну как так, ну вот же были и убрали. То есть вот именно на период Библии ночи, с какой-то целью, я не знаю какой, но вот именно эти книги убрали, чтобы их не прибыли вот там со скидкой, которая должна была быть. Потому что после Библии ночи они появились снова. Ну, не буду на них обижаться. Ну вот как-то вот у меня настроение так выпало, плюс ещё вот эта книга вышла, говорю, подлинный пункт порадоваться жизни. Думаю, честь и не порадовать книжкой. И вот я порадовала. К сожалению, я не предусмотрела, я знала, что они прибудут на этой неделе, но я не предусмотрела один маленький нюансик. И буквально три дня назад начала читать одну очень красивую книгу. Вообще я обычно не обращаю внимание на то, насколько объёмная книга. Мне что-то 400 страниц, что-то 800, как бы одинаковая радость. Даже я объёмные книги как-то больше люблю. Вот, ну, как бы, взяла очень объёмную книгу и, наверное, где-то ещё неделю буду её мучить. И целую неделю я не смогу начать ни Галли Поттера, ни Зильбера. Ну, что за жизнь? Ну, ничего, рано или поздно я бы не доберусь, вот прям доберусь и прочитаю. И вы знаете, у меня есть одна мечта, вдохновлённая, наверное, не столько моими желаниями и любовью к кулинарии, как вдохновлённая к фильму. Есть такой прекрасный, чудесный фильм, который я просто обожаю, готова его просто каждый день пересматривать. Называется Джулия Джулия, готовящаяся по рецепту. И вот там была такая кулинарка Джулия Чайлт когда-то, американка. И она научила там всю Америку готовить, до неё там сплошными консервами питались. А она вот французской кухне научила, значит, всю Америку. И вот уже фильм о том, как современная любительница кулинарии, но работает она как бы каким-то там шеф-поваром или шеф-поваром, вроде этого, начиновницей. И она обожает Джулия Чайлт, и она взяла её книгу и решила каждый рецепт опробовать, приготовить. И посвятила этому целый блок интернете. Фильм основан на реальных событиях. И, видимо, под вдохновением этого фильма у меня мелькнула такая мысль повторить подвиг. А, и автор не звучал, блин, тоже. Дина Бухольц, или Бухольц, я не-ка извиняюсь, я не так что-то пронесла автор. И у меня мелькнула мысль, они попробуют ли мне приготовить всю эту книгу. То есть, не саму книгу, а потом рецепты. А потом сами поделились со своим мнением. И, конечно, сразу же на образуру не кинусь, а так потихонечку вот этот рецепт, тот рецепт. Ну, посмотрим, как дело пойдёт. Может быть, тоже буду в своём блоге освещать. Кстати, заходите в гости, я оставлю ссылку под видео. На самом деле, я сомневаюсь в том, что я настолько целеустремлённая, что я вот такой прям труд сделаю. Дело в том, что я как-то уже преследовала такую цель. Элизабет Гюлперт выпустила однажды книгу, кулинарная книга моей прабабушки называется. Очень занимательно, кстати. Обязательно. Дымка пришла помогать, рассказывать. Очень занимательно. Если вы неравнодушны к кулинарии, вам понравится, наверное. Там и стиль такой. Эту кулинарную книгу можно читать просто как книгу. Не обязательно по ней готовить. Она вам всё равно достает от власти. Вот. По отношению к ней у меня были такие же планы. И что вы думаете? Я даже ни одного лица оттуда не приготовила. Ни одного. Как так вышло? Я всё ещё держу это в голове. Я всё ещё не помню. Но. Вот такая я зараза не обязательно. На сегодня, наверное, пожалуй, всё. Я бы не ожидала, что посылочка маленькая. Пока-пока. И до скорых книг. Субтитры подогнал «Симон»